Слухи о конце света Прошлых выходных с нетерпением ждали как киносоздатели, жаждущие наживы, так и зрители, которые после затянувшейся голодовки наконец могли поживиться долгожданной премьерой. Заглянем на кухню Голливуда, чтобы проследить, какой фильм стал главным блюдом выходных и в какой очередности подавались заморские явства. В меню тройка фильмов-лидеров кинопроката. Разогнав всех конкурентов своим грозным молотом, третье место отвоевал Тор, который хоть и уступил свое лидерство, но все же не покинул тройку лидеров. В случае этой ленты многие ожидали от Марвел величественные эпические битвы, однако получили обычную сказку о проблемах отцов и детей с положительным и нравоучительным концом. Естественно, что при бюджете в 150 миллионов долларов создатели изрядно удивили зрителя спецэффектами. Здесь вам и цифровой ледяной город, и радужный мост, от которых в 3D бегут мурашки по коже. Звезды, космос, вселенные, все прорисовано до мельчайших деталей. Пожалуй, в уникальности визуального ряда и заключается главная ценность этого фильма. Такого зритель ранее не видел и вряд ли когда теперь увидел. Подводя итоги, можно сказать, что Тор получился очень красивым и легким приключенческим боевиком. Уникальные миры, простой сюжет, красивые спецэффекты и харизматичные герои. Такое зрелище можно спокойно показать детям. Более того, даже есть вероятность того, что последний заинтересуется скандинавской мифологией, и Голливуд, наконец, принесет хоть какую-то интеллектуальную пользу зрителям. Финал ленты откровенно намекает на продолжение. Однако дальнейшую судьбу Тора решат денежные боги, которые пока к нему очень даже благосклонны. На этот раз 16 миллионов долларов и третье место. На втором месте продолжается безудержный девичник, командует которым подружки-невеста. Благодаря неожиданному комедийному таланту актрисы Кристен Уик, фильм богат яркими, впечатляющими и, самое главное, действительно смешными моментами. Несмотря на то, что сценаристы выдают неожиданные па, сюжетная линия при этом топчется на месте, не давая развитию другим персонажам, которых в ленте хоть отбавляй. В результате зритель внимательно следит и сопереживает героини Кристен Уик, но при этом все меньше и меньше интересуется ее окружением. Наряду с отсутствием вектора движения в истории хромает и логика повествования, и оттого последовательность поведения других героинь. Сценарий нелепо чередует качественные шутки с дешевым туалетным юмором. Такое непостоянство удивляет, поскольку, казалось бы, дуэт режиссера Пола Фейга и продюсера Джуда Апатоу уже набил в этом деле руку, работа вместе над телевизионным сериалом Freaks and Geeks, в котором они виртуозно совмещали юмор, пафос и горькую правду. При всем при этом их новый фильм никак не назовешь провальным. Наоборот, в сравнении с другими комедиями, это значительно выделяется из бесконечного списка. Отсутствие серьезной глубины – это, пожалуй, единственный недостаток, который помешал комедии увековечить себя в классике. На второй неделе проката зритель внес в свадебный фонд 21 миллион долларов. Второе место. Да. С начала уикенда, высоко подняв свой фирменный флаг, курс на первое место уверенно держали пираты Карибского моря на странных берегах. Многие скептично нахмурили брови, когда создатели легендарной серии фильмов «Ослепленные наживы» решили выпустить нелогичное продолжение, логически завершенной в 2007 году франшизы. И по делам. В четвертой части пуще всего разочаровали сценаристы, которые не сумели придумать ни одной, сколько-нибудь запоминающейся сцены или диалога. Безусловно, единственной ниточкой, держащей на себе весь этот наметанный бисер, является Джонни Депп. Наблюдать за его повадками по-прежнему жутко интересно. Однако, если в предыдущих частях он появлялся эпизодично, выступая в роли некого деликатеса и делая зрелище особенным, то в четвертой части, взвалив на него всю тяжесть истории, создатели небрежно смешали его с дешевым гарниром. В частности, Пенелопа Круз должна была компенсировать отсутствие персонажей ранних частей. Однако она только усугубила ситуацию. Своей игрой она скорее напоминает героиню бразильской мыльной оперы, тем самым значительно усложняя процесс усвоения четвертой части. Тем не менее, в кассе то, что и требовалось доказать. 90 миллионов долларов и первое место. Нет. Подраскат и грома из виртуальной реальности на нас надвигается фантазийный экшен от третьего лица. Загнанный чертова кузница. Игрушка фокусируется на кооперативном прохождении, а потому и главных героев в ней два. Красавица-лучница Элара, метко стреляющая из лука, и громила Кэдек, в жизни ничего не признающая, кроме добротного меча и щита. Они являются наемниками и вместе выдержали не одну бойню, поэтому новое задание обоим только на радость. В местной деревне стали пропадать жители, и нет сомнений, что все это дело рук демонов. Кем бы вы ни играли, лучницей или таранным Кэдеком, друг без друга героем не обойтись. Большая часть схваток с местными пауками, гоблинами и орками требуют участия в ней двух бойцов. Более того, на чекпоинтах можно будет меняться телами, а также прокачивать героев, обменивая бесценные кристаллы на новые способности. Если кооператив вам не по нраву, то можно играть и в одиночку. Тогда управление другим героем на себя возьмет искусственный интеллект. Визуальная стилистика темного фэнтези на достойном уровне. С врагов лихо слетают головы, и кровь при этом живописно брызжет во все стороны. Все, как и полагается, в добротном слышали. Релиз игрушки намечен на 31 мая. Обратите внимание на книгу мастера психологической прозы британского писателя Йена Макьюина «Солнечная». В центре истории Майкл Биерд, знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии по физике, автор сопряжения Биерда Эйнштейна, а также неисправимый неляхый бабник, пытается понять, отчего рушится его пятый брак. Неужто дело не в его 11-й измене, а в первую? Ранние произведения Макьюина, пронизанные довольно мрачной атмосферой, с гротескными персонажами, принесли ему прозвище Йен Макабр. На сегодняшний день Макьюин, шестикратный финалист Букеровской премии и ее лауреат за роман «Амстердам» считается одним из правящего триумвирата современной британской прозы. Обладатель множества литературных премий Йен Макьюин входит в число самых популярных писателей Великобритании. Представляем последнюю книгу наставника, вышеупомянутого Йена Макьюина, британского писателя Малькольма Брэдбери, интеллектуальный бестселлер «Вермитаж». Это своеобразное литературное завещание автора, писавшееся почти 10 лет. Таинственное расследование под названием «Проект Дидро» посвящено польскому библиотеке великого энциклопедиста. Согласно официальной версии, она была продана Екатерине Великой и затем бесследно исчезла. Сегодня же ее ищут члены весьма пестрой компании. От талантливого писателя до оперной дивы и философа в пиджаке от Армани. Каждый думает, будто знает о жизни Дэнни Дидро все. И даже не подозревает, что охота за пропавшей библиотекой превратится в удивительное путешествие по тайным историям. Сэр Малькольм Брэдбери – это писатель, в чьем творчестве легко и изысканно сплелись язвительная сатира и оточенный интеллект. Выходя на финишную пряму летних отпусков, нельзя ни в коем случае сбавлять обороты. Чтобы не сойти с ума от перегрузки воображения, советуем не сходить с дистанции и сконцентрироваться на радости самого движения. Как только вам это удастся сделать, цель уже будет достигнута. Динамичных вам выходных и до встречи через неделю на канале Артеви. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!